А вот и вы, мои любознательные друзья, здравствуйте! Я сожалею, что вы застали меня за уборкой, но приверженность санитарии и гигиене – основное качество истинного ученого. Да-да, так всем и говорите. Если что, ссылайтесь на меня, профессора Андрея Ивановича Инноземцева. Ну вот, теперь я готов ответить на любой вопрос по моей любимой науке – географии. Задавать вопросы следует по адресу Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7. Или на сайте телеканала «Радость моя». Что у нас сегодня интересненького? Ммм, вижу-вижу. Нелли Иванова из Чиплой не нас спрашивает. Дорогой профессор, кого из полярных исследователей не возьми, все страдали от цинги. Неужели трудно было взять с собой баночку витаминов? Нелли, вы и представить не можете, до какой степени трудно. Я бы сказал, невозможно. Причина проста, как этот карандаш. Синтетических витаминов просто не было. Абсолютно. Впрочем, и натуральные витамины человечество открыло не так давно. Всего лишь в начале 20 века. А до этого приходилось спасаться, так сказать, методом проб и ошибок. Представим, что мы с вами живем в Средневековье. Ужасное время. Ни тебе холодильников, ни импорта экзотических фруктов. Весь рацион состоит из хлеба, круп и мяса. Словом, сплошной дефицит витаминов. Особенно витамина С. И как следствие цинга. Косой косит население Европы. Про моряков и говорить нечего. Только 40% мореходов возвращались к родным берегам. Катастрофическая ситуация. И что самое печальное, никто не знал причину болезни. Только в 18 веке судовой врач Джеймс Линд задумался об особенностях питания. В его руки попали 20 больных цингой моряков, над которыми Линд в волю поэкспериментировал. Одним он добавил в рацион яблочный сидр. Другим слабый раствор серной кислоты. Третьим морскую воду. А четвертым уксус. А вот пятым лимоны и апельсины. Как вы догадываетесь, мои любознательные друзья, матросы, сидевшие на цитрусовой диете, скоренько излечились. Эврика. Лекарство от цинги было найдено. Идеи доктора Линда подхватил и продолжил вот этот великий человек, капитан Джеймс Кук. Он загружал свои корабли лимонами, но на все плавание их, конечно, не хватало. И вот тогда Кук приказал взять квашеную капусту. Да-да, три с половиной тонны вот такой примерно капусты. Но подчиненные Кука встретили капусту без энтузиазма. Англичане не считали ее за еду. Брезговали. Тогда Кук приказал выдавать капусту исключительно офицерам. Матросы тут же решили, что капуста – это изысканное блюдо. М-м-м! И принялись потихоньку таскать ее. В результате на кораблях Кука не было ни одного случая цинги. А почему? Да потому что квашеная капуста содержит очень много витамина С. Наши с вами земляки боролись с цинго не только с помощью нашей любимой капустки. Они готовили чудесный отвар из еловых иголок, в которых тоже немало витамина С. Рецепт напитка прост. Заливаем иголки кипятком, настаиваем. Через полчаса можно пить, ну, не мед, конечно, но лекарство и не обязано быть вкусным. Ну, уважаемая Нелли, теперь вы знаете, как боролись с цинго и моряки в те времена, когда человечество не знало ни синтетических витаминов, ни самого понятия витамины. Ну вот и славно. А мы переходим к следующему вопросу. Артем Петров из Ельца пишет, уважаемый Андрей Иванович, ежегодно святую землю посещает множество наших соотечественников. А вот интересно, кто был первым русским паломником? Уважаемый Артем, это действительно интересно. Но прежде чем рассказать о нем, я хочу напомнить географическое положение святой земли. Итак, святая земля расположена на территории государства Израиль. Где у нас Израиль? Вот здесь. 31 градус 47 минут северной широты и 35 градусов 13 минут восточной толготы. Святой землей эти места называются потому, что здесь протекала земная жизнь Иисуса Христа. И здесь, мученической смертью, он искупил грехи всего человечества от сотворения мира до конца времен. Из древней на святую землю устремлялось множество паломников, в том числе и наших земляков. Отличали их по обуви. Они носили высокие полусапоги – калиги. Так, кстати, возникло слово «калики». Помните, в былинах были «калики-перехожие», то есть паломники. Мы с вами, как паломники, отправимся в XII век. Оглядитесь по сторонам, мои любознательные друзья. Мы с вами в Царьграде. Отсюда начал свой путь в святую землю игумен Даниил, о чем он и рассказал в своем хождении. Так назывались в те далекие времена путевые заметки. Может быть, он и не был первым русским, совершившим паломничество, но он оставил подробное описание святой земли. Игумен Даниил прожил в святой земле 16 месяцев и сходил ее вдоль и поперек. Он записал, «Иордан река течет быстро, берега с той стороны и крутые в начале, а затем идут пологие. Вода же мутна вилми и сладка пити, и несть сыти пьющи воду ту святую. Ни с нея болеть, ни пакости во чреве человеку. На этой стороне Иордана растут невысокие деревья, похожие на верму». Иерусалим – город велик и крепок стенами на все четыре стороны, создан в форме креста. Безводное место это – ни реки, ни колодца. Дождевой водой живут люди и животные в этом городе. Хорошие урожаи собирают около Иерусалима. Только Божьим повелением и благоволением родится пшеница и ячмень изрядно. В наши дни записи игумена Даниила кладезь точных сведений для историков и археологов. Вот так, дорогой Артем. Ну а нас ждет еще одно письмо. Витя Козлов из Астрахани спрашивает, «Дорогой профессор, что такое австрийские Альпы? Просто Альпы знаю, а австрийские – нет». Австрийские или восточные Альпы – часть горной системы, которая находится на территории Австрии. Напоминаю, Австрийская республика располагается вот здесь. 47 градусов 36 минут северной широты и 13 градусов 47 минут восточной долготы. А теперь обматываемся теплым шарфом и в путь. Мы едем в Национальный парк Высокий Тауэрн, чтобы в волю полюбоваться на горы. Смотрите и заблудитесь, мои любознательные друзья. Благо, территория позволяет. Национальный парк Высокий Тауэрн занимает площадь в 1800 квадратных километров и расположен сразу на трех федеральных землях – Каринтии, Зальцбурге и Восточном Тироле. Здесь есть на что посмотреть. На востоке парка расположена горная цепь Анкоги. Не правда ли восхитительное, дикое и романтическое зрелище? В парке предусмотрено множество туристических маршрутов. После двухчасовой прогулки по самому популярному из них мы приходим к месту, где, кажется, соединилось несоединимое. Камни и вода, покрытые льдом горные пики и пазбище. На высоте 2630 метров над уровнем моря расположена станция канатной дороги. Не правда ли отсюда открывается прекрасный вид? Но мы забирались сюда не только из-за видов. Эта станция служит отправной точкой пеших туров по крутым склонам. Надо сказать, гора Анкогель краса и гордость этих мест. Когда-то она была на несколько метров выше. Но в 1932 году оползень разрушил вершину. Глубокий и узкий каньон Рагга настоящее сокровище. В некоторых местах каньон всего несколько метров в ширину. У входа в каньон с высоты 10 метров обрушивает свои воды живописный водопад. Ну и, наконец, ледник Мелталлер, вблизи которого расположены горнолыжные трассы. Ледник поражает воображение в любое время года. Летом Мелталлер гарантирует настоящее приключение путешествие из жаркого дня в блистающее царство холода и льда. Кстати, о холоде. Что-то я озяб. Думаю, пора нам возвращаться. Ну что ж, сегодня мы провели время с толком. Мы узнали, как боролись с Цингой во времена Джеймса Кука, выяснили, кто был первым русским, посетившим Святую Землю, и побывали в Австрии в национальном парке Высокий Тауэрн. Но сколько всего нас ждет впереди? Если ты хочешь задать свой вопрос, то пришли его по адресу Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал Радость моя профессору Иноземцеву. Или оставь его на сайте телеканала www.radostmoya.ru Я обязательно отвечу в нашем эфире. С вами был профессор Андрей Иванович Иноземцев. До скорой встречи, дорогие друзья. дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова